Ребят, если кто из вас думает начать свой бизнес в грузоперевозках, ну нет первоначального капитала, рассказываю, сейчас запущен новый проект Малый бизнес большой логистики от крупной транспортной компании, где по сути водитель берет в аренду сцепку с последующим выкупом Самое важное, что в процессе работы вам не нужно искать грузы, вас обеспечивают работой Также дают доступ к скидкам на топливо, на шины и прочим другим плюшкам По сути вы как работали, так и работаете, только уже работаете сами на себя, уже на своей машине Эта транспортная компания впервые запустила такой проект, где по сути водитель может работать как водитель Но взять машину сцепку с последующим выкупом, как по мне, это по-моему впервые такое слышу и вижу Если, ребята, интересно, я ссылку оставлю в описании, перейдете по ссылке в описании, оставите там заявку С вами связывается менеджер, зададите все любые вопросы, порешайте по ценам, зададите любые вопросы и вам на все любые вопросы ответят Короче, ребята, ссылка будет в описании, переходите, задавайте вопросы, спрашивайте, кого интересует, мне кажется, проект огонь Всем привет, дорогие друзья! Ну что, скучали? Давно видосов не было, я хоть чуть отдохнул, вы, наверное, от меня чуть отдохнули Я соскучился по работе, по видосикам и я думаю, вы, наверное, тоже соскучились Был дома, отдыхал, занимался домашними делами, домашней изоляцией, можно так сказать Короче, сидел дома, вот, работал сменщик и что, пришла моя смена ехать Вообще, я должен был поменяться в четверг, ребят Не было работы, поэтому сейчас под выходные еду машиной позаниматься Ну и, соответственно, там уже с понедельника начинаем работать, выходим на работу Сейчас, короче, вам покажу интересную очень фишку одну Сейчас обвалится шквал диванных экспертов Сейчас начнут советы, блять, давать, что лучше, а что не лучше Короче, ребят, я купил польские фонари Польские фонари Что мы будем делать? Мы будем делать красоту, ребят Вот так вот, камеру переверну Я, короче, подготовился в фонари польские Вот я сам открыл их, посмотрел, их вскрывал Их тут Их очень здесь много Они так вот заупакованы С резиночкой идут Термоусадки Очень печально Я искал клеевые термоусадки Я, ребят, не нашел, потому что все закрыто Нигде ничего не работает Пришлось такие взять Ну, другого мне просто варианта выбрания было Провода Изолента Сказали, вроде, хорошая изолента Не знаю, попробую Пять метров провода Он, получается, в своей такой обмотке Здесь его два штуки медных Он очень мягенький Ему, как бы, я думаю, будет очень легко Легко, как бы, это Обязать, завязывать Короче, ребят 22 фонаря польских Один фонарь 370 рублей стоит Меня все спрашивали Я в группу выложил там Ребят спрашивали, почему брал, почему брал 370 рублей фонарь Можно было взять По 100 рублей По 120 По 170 По 200 Так, ну что тут Тут Жена собой пожрать Собрала Шуруповер Зал Это я, ребят, штаны сушил Куртку сушил Свою Курточка моя сохнет Вот, рабочая Я вчера с увазом ковырялся С увазиком занимался Чуть-почуть Так, ну что Поедем трудиться Как я соскучился по работе Вы даже не представляете, ребят Остановился в магазине Ребят, еще докупил Рулетку Пригодится И что-то мне подсказывает Чуйка моя Что не хватит мне Термоусадок Там у меня две пачки Купил еще Две пачки термоусадок Ну и Для подстраховки Еще такую длинную взял Нормально Теперь-то я точно уверен Что должно хватить Ну и теперь можно смело ехать Блокпост, ребят Серпухая Все как серьезно Сегодня погода хорошая, да? Солнышко светит Чай? Не, спасибо, не хочу Блин, сегодня погода Классная Ну что, как, Юрец, дела? Было хорошо, пока ты не приехал Все было хорошо, пока я не приехал? Ты не рад меня видеть? Конечно Работать будешь, а мне придется сидеть Тебе придется сидеть, а мне работать? Обстановка по кайфу Короче, ребят, смотрите Родные вот эти клепки Видите, они расшатываются И разваливаются Чтобы этого не было Взял с дому шуруповерт Ну-ка, иди На, подержи, Верих Вот так вот, аккуратненько Вот это надо все дело выстрелить А наша Или с той стороны придет, зажимай Для меня Вот, это получилось Но единственный минус Промахнулся Короче Вот с этими болтиками И они получаются Они туда Нормально, как бы, залазят Он прям провалит сюда Ништяк, вот, видишь Но Выглядывает с этой стороны Их надо отпилить, наверное, будет Ладно, это мы сейчас Сейчас сделаем тоже Фонарики Это отрезки Я здесь уже высверлил Сейчас закрутим Ну и, соответственно, зеркало Буду разбирать сейчас Короче, ребят, разобрал Это зеркало Левое Геморройно Кто не знает, как они снимаются Здесь, видите, защелкалки Вот они Все целые, все нормально Чтобы правильно разобрать Можно пользоваться, ребят Двумя отверточками Вот так вот зеркало поддевать И вот они, видите, квадратики И вот так отверточками Их раскрывать Аккуратненько, плавненько И делать Вот, получается Все целые сохранности Все снялось Все целые Теперь размечаем Сверлим, пилим Режем Что, все нормально? Какое? На прицепе? Нормально, да, держится? Миштяк Как с завода Так, короче, ребят Потихонечку сверлим Сверлим Одно Подступаем На вторую Вот так сайтан Дверу делаем Чуть-чуть разбалтываем Это будет, ребята, так выглядеть Колхоз, колхоз Колхоз будет имени Ленина Примеряемся Что, Андрюх, там все пучком Вот так, хопа Дома Ништяк Сейчас Олег разберется Тебя Олег не смущает, что с тремянкой шатается? Ха-ха-ха-ха Ну, дай мне эту Ручку Проводочек Короче, все, ребят, сделал Одну сторону Пробуем Запитаться Они маленькие Они, блядь Я думаю, надо Откусить чуть-чуть А проводочки длинные Да? Для погоды Сегодня вообще кайф Удалась Сегодня хоть бы зеркала сделаю Для начала Выглядит Только одно Сделал Выглядит Примерно так Но Чуть-чуть промахнулся Нижнее зеркало Вот этот фонарик Кривовато Сейчас я вверх откручу И чуть-чуть выровня Но это не страшно Я там пока наживил Так посмотреть со стороны Смотрится вообще огонь Огонечек Аккуратно Все аккуратно Делаем, делаем, делаем Вторую сторону я разобрал Снял Здесь потяжелее снимать Не знаю почему Но Наверное, часок я помудохался Чтобы зеркала не разбить Не так все легко Как кажется Уже все просверлили Сначала Намеряем Рулеточкой Делал Отметочки Вот Выровнял Ну выравниваю Так вот Примерно смотришь По рулеточке Вот так вот Они должны быть Опа Ну сейчас еще на месте Будем подгонять Это уже готово Не стал я на саморезы Делать Купил короче Болчики Шурочки С гайчиками Шайбочками Вот Сказали вроде Нержавейки Ну что-то не знаю С трудом не верится Что это нержавейка Первый Мне нужна нержавейка Вот нержавейка Не знаю Нержавейка это Посмотрим Я на всякий случай Когда сейчас все сделаю Я вот сюда Прозрачным силиконом Прямо чтобы Все это дело Ну сюда не попадало Ни грязь Ничего И вообще не забивалось Ничем Вот Чтоб дольше служило И мало ли Если это не ржавейка А какая-то дрянь Чтобы она не ржавела Я прозрачным силиконом Аккуратненько залью Сделаю Его незаметно будет Зато туда под силикон Ничего попадать не будет Но это я уже на месте Сделаю Когда все выровняю Когда все сделаю Получается как-то так Ребят Сайтан стремянка Спасибо хотя бы за такое Одно Шурупчик не хватает Юрец пошел Все отпилит И все Будем примерять Подсоединять Короче ребят Так это выглядит Соединял Соединил два провода Вот эту Тему прикольно Олежка Короче подогнал Типа это Автомобильный пластилин Он жесткий Он просто Как камень Как глина Ты его разминаешь Он греется Прям разогревается Мягенький Становится И вот Потом залепляешь Вот это вот Аккуратненько Что там есть Ну в принципе Она и так герметична С этой стороны Резинка Ничего туда попадать Не будет Ну на всякий случай Смотрите ребят За водом Как все четко сделано Получается Вот Зелень Но это зелень Так не страшно Смотрите Вот она Это у нас На что провод идет Это у нас провод На обогрев зеркала Вот так вот Заводом предусмотрено Нельзя было Фишечки нормальной С резиночками Такими С уплотнителями С хорошими Блин Но это вообще Несерьезно А если бы сюда не полез Потом отказывает Обогрев И некоторые даже Не подозревают Что случилось у них Тут по хорошему Сейчас все зачищу Почищу Обработаю Прям смазка Сосоледовала сюда набить Да И все Прям Надмасленка сюда вывезти Зашприцовала Сейчас все это дело сделаем Так сами фишки вроде нормально Они Живые Провода живые Просто была уже зелень Уже на подходе была Провода целые Все целые Хорошо хоть Вскрыл Увидел Не удивлюсь Что на остальных машинах Так же Смотрите ребят Вот польские фонарики Да А вот они Я не знаю чей это Самсунг Вот там написано Самсунг То что славян делал Они у них давно уже не светят Не горят Китайшим Так вот Китайцы Выглядят Самсунг Левские фонари Они дешевле намного стоят Но Как вы видите Некачественно Как мне сказали Что они ходят Гораздо больше Трех лет Два-три года Они отхаживают Вообще Бабки-гадалки Не ходить И На них гарантию Мне дали Если В течение полтора года Потухнет Запотеет Или еще что-то Можно спокойно Принести Сказать Вот у меня Смотрите Он запотел Он целый Но запотел И они сказали Поменяют мне Потому что Это Качественные Польские фонарики Что там Юрес Нормально смотрите Как нравится У меня Красиво смотрится Ну у нас Четкая тачка Что так оставим Не будем Трогать Телега Телега Подметил правильно Да не Все нормально У нас тачки Я хотел Ребят Бразговики Перевесить Телега Получает Но у него И буквы Маленькие У него Бразговики Видите Прям нормально Как бы Сюда До конца До бампера А я Бразговики Повесил У меня получается Колесо Чуть выглядывает Я хотел Бразговик Передвинуть сюда Но бразговик Я вешал Не для красоты Я его вешал Как бы Не для понтов А для того Чтобы С той стороны Когда От колеса Летит грязь Она получается Лужа Она бьется И она В туманке И здесь В туманках Постоянно Грязь Песок Постоянно Все забито Песком Грязя Там что это Туман очень Нормальная Вот И чтобы Эта грязь Туда не забивалась Песком Повесил бразговики Теперь Когда по луже По карьеру По грязи Едешь Вся эта грязь Как бы Не забивает Но Дольше служат Туманки Поэтому я их повесил Не так просто Для понтов Без них По карьеру Едешь Все брызги Вся грязь Вся параша Все в туманке Туда где-то Весь механизм Все туда забивает Конфет Получается Ребят Ну Пол дня мучений Все готово Ай Красота Ну Ночью Будет Конечно Красиво Дождемся Ночи Зеркала Прям Вообще Сказка Когда Будет Морда Еще сделана На лобоухе Стоят Вот Дафовские Плюс Даф Этот Светится Плюс Туманки Будет Светиться И плюс Будет Хромированная Труба С фонарями Во Уже Огонь А что Рамка Не светится А Рамка Нет Как Нет Ну Ну Иди Выключи Все Габариты Выключи А Светится Да Просто Плохо Видно Да Да Светится Светится Включи Светится Все Светится Огонь Огонечек Все Защелкнул Все Получилось Все Ровненько Огонь Нравится Пойдет На первое время Пойдет Красота Короче Ребят Рамку Меняю Это Еще Когда На Камазе Работал Большегруз 40 Рус Камаз Это Мне Дарили Пацаны Женек И Денчик Спасибо Вам Парни Это Еще С Камаза Память Поэтому Я Не Стал Выкидывать У меня Все Это Время В Легковой Машине Присутствовал И На данный Момент Сейчас Мы Забабахаем Сюда Оставите Либо Отодвину Текстур Просто Да Можно Пусть Будут Вот Я Уже Рассверлил Два Отверстия Обычные Номеры Штатные Они Вот Так Низко Висят Чтобы Низко Он Не Висел Мы По Максим Поднимаем Вот Мы Рассверлили Вот Так Вот Бабах Вот И Вот Мы Сейчас Так И Прикрутим Все Ребята Готово Огонек И Сид Мертвого И Не Дребезжит Прям Ништяк Мой Тот Номер На Пластиковый Он Так Вот Дребезжал Весь Прям Затянулся Притянулся Он Ништяк И Он Прям Ровно Стоит Как Положен Сколько Тут Три Пальца Три Пальца Ништяк Ровненько Вообще Ништячок Больший груд Камаз Толян Камаз Все Ништяк И Рамочка Снизу Когда еще Будет труба Такая Красивая Хромированная А может Быть Потом Плавно Плавно И на Хром Перейдем Колпаки Эти Уйдут Потом Хром Если Будет Труба Потом Будет Она Вот Так Вот Идет Сюда Так Выходит Сюда Так Идет Тут А Два Вот Это Надо Менять Не Ну а Что Сюрпризики Сюрпризики Будет Когда Она Уже Будет Выглядеть Прям Сейчас Еще Помыть Будет Конфета Прогресс Прогресс Наш Стоит Ну не Весь Две Скраешки Ну там Еще Прям В середине На Стоянке Все Ребят На Сегодня Сделали На Сегодня Все Окончено Завтра Будет День Будет Пища Собираем О Че от нас Дядя Вовка Там Зовет Собираем Субтитры подогнал «Симон»